привет друзья с вами снова я антон z и это рубрика лайфхаки какие нафиг лайфхаки ребята если у вас есть скейтборд ломборд пенеборд или вообще доска которая похожа на скейт с червыми колесами то вы обязательно должны знать все эти фишки ну или по простому как вы любите говорить лайфхаки окей я вам расскажу про эти лайфхаки потому что мне постоянно пишите в комментарии и даже в личку погнали и так ребята первый лайфхак сегодня я решил поменять свои старенькие колеса которые уже совсем потерлись от слайдов на асфальте на новые хорошие колеса и сегодня я покажу как правильно и быстро поменять это колесо сначала мы берем скейтерский ключ и откручиваем гайку со старенькими колеса затем осторожно убираем гайку в сторону и достаем колесо ну вот незадача в нем остался подшипник и если стучать его об руку то подшипник не выскальзывает но есть небольшой лайфхак о котором сейчас я вам и расскажу ставьте колесо в подвеску круговыми движениями вытаскивайте подшипник смотрите как он легко выскальзывает из колеса также мы делаем и со вторым подшипником прокручиваем и она с легкостью выскальзывает теперь мы берем новое колесо и вставляем смотрите как легко колесо входит если подшипник одет на ось подвески и переднюю вот так вот ребята мы засунули подшипники в наше новое колесо не забудьте перед тем как вы будете прикручивать колеса поставить маленькие шайбочки так называемый спид ринге они помогут вам чтобы ваши подшипник не зажались и ваше колесо крутилась быстро вот так вот легко и быстро можно поменять старые колеса на новые легко достать подшипник каждый уважаемый себя скейтер имеет в арсенале вот такой трехосевой ключ но мало кто знает зачем нужна вот эта штука потому что ей мало кто пользуется но сегодня я вам расскажу зачем эта штука нужна и для чего она вообще подходит эту железку я не помню как правильно называют но я называю это нарезатель резьбы он предназначен для подвески когда вы делаете сложные и очень крутые трюки на скейтборде эта часть оси трется об асфальт и тем самым вам будет сложно накрутить гайку на колесо и вы не сможете поменять новые колеса для этого и придумали на трехосевом скейту ли вот такую штуку она вставляется в ось подвески и нарезает новую резьбу не правда ли классно и удобно можно нарезать резьбу в моем детстве такого не было и мы просто брали вставляли колеса и забивали камнями гайку но сейчас все в лайфхаках и это намного удобнее чем просто забивать камнем поэтому если у вас не будет накручиваться гайка на вашу подвеску то воспользуйтесь вот этим чудо ключом и вы сможете нарезать правильную резьбу лайфхак номер три если вы катались дождливую погоду и ваши подшипники перестали быстро крутиться но вы любите быстро кататься на скейтборде то нужно смазать подшипники так как они скорее всего заржавели для этого нам понадобится иголка но будьте осторожны иголка очень острая и может поранить ваши пальцы чтобы смазать подшипник нам нужно снять верхнюю крышку поэтому поддеваем иголку в верхнюю часть подшипника и вытаскиваем пыльник он с легкостью выходит из подшипника вот они эти шарики которые могут заржаветь и за них мы катаемся медленно чтобы их смазать нужно взять обязательно жидкую смазку специальную для подшипников и нанести ее немножечко на шарики затем раскатать шарики чтобы смазка разошлась полностью по подшипнику смотрите как уже быстро крутятся шарики в подшипнике затем осторожно закрываем пыльник и вытираем лишнее масло чтобы на это масло не налетела пыль все теперь можно снова кататься быстро на скейтборде или на вашем лонгборде и вы будете самыми первыми на споте как только вы купили себе новенький лонгборд или скейтборд чтобы кататься по городу и доска начала издавать неприятные и странные звуки похожие на скрип двери то это с легкостью можно починить небольшим способом для этого вам нужно просто открутить переднюю гайку подвески снимаете washer достаете бушинг снимаете подвеску слышите как она скрипит вот такой звук и издается при катании новых лонгбордов но не пугайтесь сейчас мы это все устраним осторожно достаем вешалку это место которое издает скрип потому что в пивот капи нету смаз но есть два идеальных способа первый и самый простой способ это покрошить кусочки мыла да берете просто обычное мыло из ванны и крошите его но только не такими большими кусками как у меня затем можно добавить смазку которой мы смазывали подшипники теперь осторожно вставляем подвеску как она была изначально осторожно вставляем подвеску и скрипа больше нет старайтесь не сильно затягивать гайку подвески иначе ваша подвеска будет плохо поворачивать и вы сможете не вписаться в поворот и улететь если вы забыли переобуться перед катанием на скейтборде или лонгборде и ваша шкурка испачкалась и превратилась в такое некрасивое месиво то ее нужно срочно помыть потому что кататься на такой доске некрасиво и неправильно для этого вы можете использовать два способа первый способ я не могу показать так как у меня нету губки для обуви и вы можете просто ей потереть и грязь сойдет второй способ который я использую он самый эффективный осторожно опустите лонгборд в ванну возьмите щетку и небольшим напором воды смочите поверхность наждака затем возьмите щетку и счищайте сверху вниз смотрите как грязь уходит вместе с водой и ваша шкурка становится чистой как новая но будьте осторожны чтобы вода не попала на вашу доску и не размочила вашу древесину но мне это не страшно так как у меня доска от moonshine а она защищена пластиком abs который не пропускает влагу и воду поэтому я могу так мыть свою доску ну что ребята теперь ваша жизнь стала еще легче с моими лайфхаками для скейтборда хотя это должен знать каждый уважаемый себя скейтбордист лонгбордист и пенебордист в общем ребята я надеюсь у вас получится теперь вы узнаете как почистить подшипник почистить шкурку и чтобы ваша доска не скрипела так что подписывайтесь на мой канал ставьте максимально экстремальные лайки не забудьте сильно щелкнуть колокольчик и пишите свои лайфхаки чтобы жилось мне тоже легче до новых встреч пока пока